В семнадцатом году российский Ниссан провёл большую зачистку. Друг за другом из гаммы выпали седан Сентра, внедорожник Патрол и кроссовер Патсфайндер. Последнего подсидел ближайший родственник Мурана, который продавался намного бодрее. Обычно машины уходят безвозвратно, однако Патсфайндер вдруг надумал вернуться, при том сразу в новом поколении. Брутальный дизайн определённо пошёл модели на пользу, хотя под свежим кузовом скрывается прежняя платформа. Радикальная смена стиля состоялась и в салоне. Вместо округлых форм дизайнеры перешли на плоские поверхности и ломанные линии. И даже 9-дюймовый тачскрин медиасистемы нарочито выставлен поверх передней панели. Отдельный пункт пресс-релиза посвящён шумоизоляции, так как новый Патсфайндер на 60% тише предыдущего. Кроме того, создатели семейного кроссовера гордятся дорогими материалами отделки и обилием современной электроники. Бензиновый V6 прежний, но место вариатора занял классический 9-ступенчатый автомат. У нас эта рокировка точно заслужит одобрения. А система полного привода, построенная вокруг муфты, обзавелась новыми внедорожными режимами. Ждать российских поставок придётся долго, как минимум до конца этого года. Притом вполне возможно, что сборку модели освоит Ниссановский завод под Санкт-Петербургом. Чтобы не вставать дважды, в рамках одного мероприятия Ниссан провёл презентацию двух моделей. Здесь важно сделать ремарку. Долгое время американцам под именем Frontier скармливали прошлое поколение Навары. Но теперь концепция поменялась. Frontier'ом назван абсолютно оригинальный пикап. Впрочем, агрегатная база перешла новой машине по наследству. Инженеры даже сохранили заднюю рессорную подвеску и гидравлический усилитель руля. Из действительно нового подметим лишь гидравлические опоры кабины, что сделали пикап менее тряским. Связку из бензиновой шестёрки и девятиступенчатого автомата успел примерить ещё предшественник. Также никуда не делся жёстко подключаемый полный привод, хотя базовые варианты имеют трансмиссию 4х2. Очевидно, что свежий Frontier не будет поставляться на другие рынки, кроме американского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова